Аладдин, которого... Вот, госы индука глянем. Вы просили. Госы индука про Аладдина. Добрый путник, войди в славный город Багдад. Не поверишь, что ждет тебя в нем. Тебе ухо отрежут за яркий наряд. Это варварство, но это дом. Наверняка прозвучало чутка пугающе. Привет, Анат. Примерно так в вольном переводе изначально выглядел текст любимой всеми песни «Арабская ночь» из диснеевского Аладдина. Не говоря уже о том, что в самой ранней версии отрезали не уши, а вообще губы. Само собой, такая кровавая жесть, да еще и с намеком на оскорбление чужой культуры, в мультфильм попасть не могла. Это ужасно? Тем более, они являются их самыми важными союзниками. Простите, простите. Я знаю, двойные стандарты, охоти. Боремся за права человека и женщин, но при этом у некоторых, конечно, мы этого не замечаем. Да, да, да. Вообще, любимый миллионами зрителей мульт прошел нехилую трансформацию с момента первоначальной задумки. Так что сейчас пройдемся по самым интересным местам в истории создания хита Дисней. Видео началось с песни, и это неспроста, ведь автор текста «Арабской ночи» Ховард Эшман по совместительству был автором самой первой версии сценария диснеевского переложения «Волшебные лампы Аладдина» из цикла «Тысяча одна ночь». Эшман набросал свой вариант еще в 88-м году, и тот документ долгие годы считался утерянным, пока в 2017-м его не нашли ребята с Лост-Медиа Вики, поэтому теперь мы с вами можем его изучить. Нихуя себе, бля, чуваки ищут потерянные документы и выкладки. Очень грустно, но сам Ховард не дожил до релиза финальной версии мультфильма. В 91-м году, всего за год до премьеры, в возрасте 40 лет он скончался. Охуеть такой молодой. Часто переводчиков русской версии заглавной песни Аладдина обвиняют в том, что они просто не смотрели мультфильм. Помните первую строчку «Добрый путник, войди в славный город Багдад». Так вот, какой, блин, еще Багдад, если место действия мультфильма это вымышленная агроба? Багдад – это не Берлин. Удивительно, но авторы русского текста, сами того не зная, попали в точку, ведь события оригинального сценария Эшмана происходили именно в Багдаде, и это далеко не единственное отличие. Аладдин в первоначальной версии был 15-летним пацаненком, а важную роль в сюжете играла его мать. В сценарии ее называют Маман, а описывают… Маман, блин. Ну так, представьте Джепета из Пиноккио, но в обличии восточной женщины. Маман даже присутствует на одном из ранних концепт-артов в линейке основных персонажей. На протяжении всего сюжета мудрая матушка наставляет Аладдина на путь истинный, пытается запретить ему зарабатывать деньги скамингом, то есть воровством. Эй, вот он, мы поймали его. Это он украл хлеб в горьке. А сам сынок даже поет о том, что когда-нибудь мама будет им гордиться. По понятным причинам этот номер вырезали из мультфильма вместе с персонажем, но в мюзикле Аладдин его вернули, причем на ютубе можно найти мультяшную раскадровку с оригинальным исполнением. Кстати, имя матери Аладдина раскрыли впоследствии в комиксах от издательства Марвел по мотивам мультфильма, и этот номер даже выходил в 90-х на русском. Между прочим, комиксы про Аладдина это первые официальные комиксы Марвел, печатавшиеся в нашей стране. Рубрика занимательных задротских фактов. Может как-нибудь посмотришь первые видосы? Нет. Так вот, согласно комиксу, маму Аладдина зовут... Ого, девушка, ты кто? Меня зовут Зена. Королева воинов. Зена. И нет, к сожалению, она не королева воинов. Маман из мультфильма убрали, но не пропадает же дизайн у персонажа. Приглядитесь к женщине в окне в одном из песенных эпизодов. Никого не напоминает? Как и подавая... Подростку у раннего Аладдина была своя шайка друзей, таких же бедняков, озорняков, как и он сам. Не разлей вода, или не разлей кумыс, не знаю, что они там пьют в Агробе. Друзей Аладдина звали Амар, Касим и... Бабкак. Обама. Трио из оригинального мультфильма тоже с радостью выпилили. Хотя не совсем. Место неразлучного приятеля главного героя досталось обезьянке-клептоману Абу. Вот так вот маленький примат заменил сразу троицу Homo sapiens. Но, как вы уже поняли, в Дисней просто так ни от чего не избавляются. Бабкака, Амара и Касима вернули всё в том же бродвейском мюзикле, а фанаты в шутку называют... Ой, бля, нихуя себе. Блядь, чё-то они какие-то не очень. Я в плане того, что... Может показаться, что они сексуальные, но... Блядь, если вглядеться, чё-то... Чё-то какие-то они, блядь, не очень, блядь. Актеров, исполняющих их роли, Бок Стрит Бойс по... Блядь. Первым буквам. Клядь, а вот на этом постере, они аж, блядь... Они аж отталкивающие, блядь. Просто пиздец. Да и в анимационной версии имена Бабкака и Касима утилизировали. В одном из эпизодов мультсериала «Так зовут парочку фермеров», а также имя Касим носят никто иной, как батя Аладина из третьей части. К слову, помимо троица друзей, из оригинального сценария убрали ещё и втайне влюблённую в Аладину девочку-пацанку по имени Абби. А, кстати, я помню её. Я помню Абби. Почти что... Она, по-моему, была в сериале Аладин, да? Аббу, ну просто круговорот диснеевских имён. Я помню её. Кого мы ещё не вспомнили? Джафар в первой версии сценария был безымянным визерем, а вот попугай у него тоже был с самого начала. Только звали его не Яга в честь персонажа шекспировского отела, а Синбадом. Практически как морехода коллегу Аладина по тысяче одной ночи, правда без буквы «Д» в середине имени. Между прочим, у Джафара тоже планировался сольный песенный номер «Почему я?», но до финальной версии он не дожил. А помните посох, которым Джафар буквально гипнотизировал Султана, внушая ему всё подряд? Та сцена с гипнозом в оригинале длилась куда дольше, и вот что оттуда вырезали. Тебе срочно нужно оформить карту Рика и Морти с питьё... Понятно. Ну а самые большие трансформации коснулись образа джинов. Да-да, джинов, я не оговорился. В сценарии Ховарда Эшмана джинов было двое. Большой джин из лампы и маленький джин из кольца. К джину из кольца вернёмся чуть позже, пока просто запомните его, а чуть подробнее остановимся на образе большого джина, который и трансформировался впоследствии во всеобщего синего любимца. В первоначальной версии Эшман специально уточнил, что этническую принадлежность джина определить невозможно, но его образ и стиль должны отсылать к джазовому исполнителю Кэбу Кэллою. То есть с небольшой натяжкой можно сказать, что джин это афроамериканец, и получается, что Уилл Смит в полнометражном фильме практически канон. Блять, получается да, кстати. На самом деле образ джина перерабатывали, наверное... Кстати, Уилл Смит, да, он же, да? Вот, он Валадине, на удивление, был неплохо, серьёзно. Прям, я бы даже сказал, очень-очень нехорошо, прям, ну... Хотя я думал, что будет говно, но оказалось заебись. Самым говном там оказалась принцесса и вся концепция. Но это уже другая история. Куда чаще остальных. В ранних концептах он напоминает и Шрека, и хипующего продавца арбузов, и адского злыдня, и даже... утку. А что, простите, происходит на этом раннем рисунке? Джин решил заработать в Агробе материнский капитал и... Блять, а телепузик. ...и разродиться двойней? Или это новейший метод гастроскопии? Впоследствии, когда на роль Джина утвердили Робина Уильямса, дизайн персонажа полностью переработали под него. Настолько актёр в этой роли понравился продюсерам мультфильма. Посмотрите на эти редкие кадры. Здесь Уильямс импровизирует в образе Джина. Шш, что? Шутап! Ты хочешь, шутап! I'll give you shadow bell! Here you go! Прикольно, кстати. Уильямс классным актёром был? Блять, кстати говоря, да. Уильямс был охуенный. Вот уж действительно, актёр от бога и идеальный каст. И чтобы вы окончательно выпали в осадок, скажу, что Уильямс... Чат умер, блять, чат реально умер. Сука, блять, мёртвый чат, блять, ебаный. Я себя чувствую, нахуй, во главе блядского некрополя, блять. Встанете! И рафия будет под нами, блять! Формите, формите золото на костяных драконов, блять, или ещё что-нибудь. Во время озвучки записал сверхсценария 16 часов импровизированной джиновской отсебятины. 16! Прикиньте, сколько мультфильмов ещё можно было бы снять. Но, увы, это невозможно. Робин в те времена поссорился с Дисней и наложил запрет на использование записей. И да, вы же не забыли, что в Дисней обожают использовать старые наработки. Так вот, финальный образ Джина очень напоминает персонажа из диснеевской обучающей документалки 57-го года «Наш друг Атом». Пора бы уже привыкнуть. Джинни наверняка многим запомнился своими перевоплощениями, но в детстве мы по объективным причинам просто не могли считать такое невероятное количество отсылок к классике кино, которые авторы спрятали в своей ленте, и отсылок к легендарным актёрам, которых Робин Уильямс блистательно спародировал. Тут игра Учо Маркса и Роберт Де Ниро из «Таксиста». Are you looking at me? Did you rub my lamp? You talking to me? Блять, охуенных стоит. И даже прямая отсылка к фильму «Супермен 2» 1980-го года. В третьей части «Аладдин и король воров» Джин предстаёт в образе миссис Даутфайр, которую в одноимённой комедии сыграл кто? Правильно, сам Робин Уильямс. Такая вот отсылочка в квадрате. А в мультсериале «Аладдин» синий гигант часто являлся зрителю в образах персонажей других мультфильмов Дисней. Надо сказать, что Джины вообще были завсегдатами диснеевских мультсериалов и полнометражек ещё до выхода «Аладдина». Вот вам, к примеру, Джин Рокфор из «Чипы». Один, конечно, блять, просто охуенный мульт. Просто пиздец. Тейла. А в полноформатном спешле «Паутиным историям» утка Джин со своей лампой так вообще основной персонаж. В работе над «Образом Аладдина» художники сперва ориентировались на Майкла Джея Фокса. Он должен был стать своим в доску пацаном в духе Марти Макфлея. Но затем решили, что на пацана принцесса Джасмин никогда не клюнет. Поэтому превратили главного героя в мужчину, блять, в сексапильного красавца. А за образец для подражания взяли Тома Круза. Понятненько. В отличие от Робина Уильямса, Круз своего мультяшного двойника не озвучивал. Но сходство налицо. Принцесса Джасмин тоже обязана своей привлекательной внешностью живому человеку. Вот только не знаменитости, а Бет Аллен, младшей сестре художника Марка Хэнэ, который и рисовал дочку султана. Забавно, что Бет, будучи неплохой швеей на один из Хэллоуинов, даже забацала себе костюм своего мультяшного двойника. Ебать, я как буду, как будто бы вижу дешевые, дешевые фотки с молодости своих родителей, блять. Там еще где-то елка должна стоять и такой ватный уебищный Дед Мороз. Работа над полуметражным мультфильмом шла не без проблем. Раннюю версию, в основе которой лежал чуть видоизмененный сценарий Ховарда Эшмана, пустили в работу. Почти полгода над ней трудилась огромная команда людей. Брат, походу, хотел трахнуть сестру людей. Дело шло полным ходом. Так это и работает, брат. И вот в одну из пятниц, когда до запланированного финиша проекта оставалось 19 месяцев, продюсер Дисней Джеффри Катценберг взглянул на проделанную работу и, видимо, с фразой «Все, хурма, давай по новой» поручил команде сценаристов переделать все с нуля. Какая ж это все. Абсолютно все, начиная со сценария. Этот день, работавший над Аладином люди, впоследствии назвали «Черной пятницей». Под нож пошла мама Аладина, его друзья. Я с ранних лет сиротой малыш остался. Куча сцен, песен и поворотов сюжета. При этом дата релиза осталась неизменной. После месяцев кранчи и бессонных ночей мульт, наконец, принял уже знакомые нам очертания. А главное, Катценберг остался доволен. Мы с вами до сих пор обходили стороной различия между оригинальной арабской сказкой из цикла «Тысяча одна ночь» и диснеевским мультфильмом. А ведь их целая масса. В оригинале джиннов было двое, как и в первоначальной версии сценария. Кроме того, в финале мульта Аладин хитростью запирает Джафара в лампе джина. Тогда как в сказке наш уличный босяк вместе со своей матерью просто-напросто отравляют вино злобного колдуна. И тот отбрасывает коньки. Хм, блять. А так можно было? Привет, КМДН-ТВ. А чё, так можно было? Набор персонажей сказки, как вы уже поняли, тоже сильно отличается от показанного в мультфильме. Но самое главное... Да-да, повторил. ...в оригинале не было никакого ковра самолёта. Я ухожу к... И это, кстати говоря, отстой. Ковёр самолёта охуенный был. Оу, щит! Правда, он нередко используется героями других арабских сказок. Кстати, вы когда-нибудь обращали внимание на узор коврика? Советую присмотреться внимательнее, потому что на нём изображены важные для сюжета элементы. Центральный узор состоит из волшебных ламп, и их очень сложно различить с первого взгляда, но поверьте, они тут есть аж целых восемь штук. По углам ковра расположены головы тигров, намёк на пещеру чудес. Отрисовать такие мелочи в каждом из кадров было практически невозможно, поэтому вручную рисовали только руки и ноги коврика, а вот узорчатую текстуру ковра накладывали и оживляли с помощью компьютера. Я умею тебя! И это, в принципе, один из самых первых примеров персонажа, созданного посредством CGI-анимации для большого экрана. Тот случай, когда словосочетание «компьютерный коврик» вовсе не обязательно означает коврик для мышки. Ну и на сладкое самое весёлое. Мир Аладдина, как и многие другие любимые вымышленные вселенные, окружает множество фанатских теорий. Согласно самой безумной из них, всё действие мультфильма на самом деле происходит в постапокалиптическом будущем. В одной из сцен Джин называет одежду Аладдина типичным третьим веком. Такой прикид был в моде в начале третьего века. Хотя Джин находился в плену лампы 10 тысяч лет, соответственно, не может знать о веяниях моды, которые происходили в то время, пока он был внутри. А значит, самое позднее, когда Джин оказался в лампе, это третий век. Следовательно, когда он был освобождён Аладдином, на дворе как минимум 10200 год нашей эры. Из этой нехитрой математики любители загадочных теорий делают вывод. События Аладдина происходят в будущем. В постапокалиптическом мире, в котором выжила только арабская культура. Ну и местами ещё греческая. И египетская. Прошло столько времени, что слово «арабия» превратилось в «аграба». Удивительные технологические чудеса, оставшиеся от предыдущей цивилизации, такие как летающие ковры или генетические модифицированные попугаи, которые могут осмысленно произносить человеческую речь, принимаются местными как должное и считаются магией. Ну и сам Джин подтверждает эту теорию, пародируя древних, давно умерших знаменитостей, о которых мы уже вспоминали ранее. Видно, я стукнулся сильнее, чем думал. Если вам всё вышесказанное показалось притянутым... Ебать, какая хуйня, да? За уши бредом никто вас не осуждает. Чтобы уравновесить эту безбашенную теорию, послушайте ещё и другую, которая в конечном счёте оказалась верной. Если помните, в мультфильме присутствует рассказчик, ушлый низкорослый торговец, от лица которого и ведётся повествование. В самой первой сцене фильма из числа своих товаров он демонстрирует зрителям старую лампу и обещает рассказать связанную с ней удивительную историю о юноше, чью жизнь она изменила. И это обещание он выполняет. Собственно, вся история Аладдина может быть не более, чем обычным маркетинговым ходом, байкой, цель которой — втюхать доверчивым покупателям старую жестянку. Эта догадка лежит на поверхности, но фанаты пошли ещё дальше и предположили, что торговец — это и есть наш любимый Джинни, освобождённый Аладдином в конце мультфильма. Ведь у торгаша, как и у Джина, по четыре пальца на руках, тогда как у остальных персонажей людей — по пять. Он одет в голубую робу, как раз цвет тела Джина, но и главный довод — торговца тоже озвучивал Робин Уильямс. Блядь, вот это, кстати говоря, уже чуть-чуть лучше. Да, звучит, действительно. Диджей Олд, привет. Теория оказалась такой прочной, что создатели Аладдина в конце концов не выдержали, и в 2015 году признались. Фанаты всю дорогу были правы. Согласно изначальной задумке, торговцам должен был притворяться именно Джин. Однако от этой концепции было решено избавиться, чтобы дать дорогу продолжениям. Поэтому во всех сиквелах и прочей продукции по мотивам торговец уже появляется как отдельный персонаж. Ну а теперь, наконец-то, вернёмся к изначальному сценарию Ховарда Эшмана и второму Джину, о котором я вас просил не забыть. Действительно, помимо большого Джина из лампы, Эшман вводил в сюжет маленького Джина из кольца, прямо как в оригинальной сказке. И главным сюжетным поворотом в концепции Эшмана было то обстоятельство, что Джин кольца оказывался рассказчиком всей истории. Вот такая вот эволюция. Если бы продюсеры не влезли на середине в процесс, нас мог бы ожидать совсем другой мультфильм. И не факт, что он бы выстрелил так же мощно, как то, что мы имеем на выходе. Ну а сейчас, специально для тех лапочек, которые досматривают видосы до конца, розыгрыш. Отрываю. Так, ну это уже нам неинтересно. Блядь, охуенный видос. Да, чат? Очень круто. Столько всего нового узнаешь про вещи, которые любишь и которым уже столько времени. Прям вообще ништяк. Бля, Аладдин, конечно... Вообще у Диснея охуенные мульты, несмотря на то, что они спиздили многое. Они круто это адаптировали и переделали. Прям с теплотой какой-то вспоминаю. Аладдин для меня вообще как-то, знаете, какой-то вот... Почему-то, блядь, отдельно охуенный. Вот Аладдин, я даже не знаю. Наверное, это один из самых любимых моих мультиков на... Из-за их этих песен, блядь, охуенных. Прям вот один из самых топов для меня лично. Прям очень круто. Джин, вот персонажи. Прям очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Мега круто. Мега круто. Жалко, что, к сожалению, Дисней действительно сейчас пошел вообще по другому пути. И это прекрасно было видно по фильму... Фильм-мюзикл. Типа того. Аладдин. Где там прям действительно жестко затопили. Не просто это не какая-то... А прям вот действительно увели вообще в полный пиздец. Потому что производство теперь контента, который, по идее, должен быть политический и так далее, не ангажирован, а просто быть какой-то сказкой, там еще что-то. Но туда пихают полный трэш какой-то, блядь. Вот серьезно. Я, блядь, не удивлюсь, если в следующем мульте Аладдина мы там увидим в конце не Султаню Хусаную, а увидим какую-нибудь там, не знаю, голосуйте за какого-то президента Америки, которого поддерживает компания Дисней или что-нибудь такое. Потому что просто пропихивается все это дерьмо. И это на самом деле очень печалит. Потому что... Я не знаю зачем. У Диснея есть и мультипликация, и истории про девушек. В том числе и сильных девушек. Например, Мулан и прочие. Почему нельзя там сделать что-то классное? Зачем везде прохуяривать какой-то непонятный пиздец? И реально портить общее впечатление. Потому что это правда, это прям напрямую влияет на сюжет. Очень жаль, на самом деле. Боюсь, что Дисней еще долго не будет прежним. Это действительно грустно, потому что я люблю Дисней. И как я уже сказал, я, блядь, вырос на нем. Ну, много-много-много всяких фильмов и так далее. Я смотрел в детстве. Поэтому жалко. Просто жалко.